Ассаляму алейкум, дорогие братья и сёстры. Планируется строительство мечети в городе Бакал. Инициаторами строительства мечети стали мусульмане города Бакал. Численность населения города – около 20 тысяч человек. Весной 2018 года на общем собрании мусульман во дворце горняков выносится решение о строительстве мечети. На собрании присутствовали глава города Бакал – Зарученцев Андрей Леонидович, имам Хатыб города Садка – Шамсуддинов Денислав Рамилович и имам Хатыб города Бакал – Латыпов Наиль. Глава города поддержал идею строительства мечети и обещал содействовать в строительстве. В настоящее время завершается оформление земельного участка под мечеть. И не нужно понимать, что отдавший 100 рублей заслуживает меньшей награды, чем отдавший 10 тысяч. Может, первый совсем не богат, и пожертвовать 100 рублей для него – большая трата. А второй, может, миллионер, и ему ничего не стоит отдать 10 тысяч. Поэтому перед Аллахом 100 рублей первого может быть более значимой тратой, нежели 10 тысяч второго. Уточняйте актуальность сбора на сайте. Ссылка в описании под видео. Уважаемые братья и сестры, меня зовут Шамсуддинов Денислав Рамилович. Я являюсь имамом мечети города Садка Челябинской области. Я сейчас нахожусь в городе Бакале. На месте, где, иншаллах, мы планируем строительство мечети, находится это по улице строителей дом 11. В 2018 году весной Бакальцы собрались и изъявили желание построить мечеть. Но, однако, есть некоторые трудности, именно финансовые. Уважаемые братья и сестры, всех призываю вас помочь в этом деле. Так как Всевышний Аллах в Коране говорит, оживляет мечеть и только те, кто уверовали в Аллаха в последний день, совершали молитву и выплачивали обязательную милостыню. И только они боятся Всевышнего Аллаха и они идут прямым путем. Также пророк Мухаммад в хадисе говорит, если человек построил мечеть даже с размером гнездышка Куропатки, то Аллах построит ему дом в район. Ассаляму алейкум, ва рахматуллахи, ва баракатух. Хорошо, хорошо-то как? Убить, убить, никаких переговоров. Пустим кровь, чтоб кони по колено в ней были. Да вы что делаете? Нет, понятно. Ислам значит мир. Мы ведь мирные люди. Ладно, хорош вам, да? Понимаю, это часть ислама, но есть и другая сторона. У нас же сейчас незаконно Иисусу, мир ему. С именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала ему, мир пророку, его семье и сподвижникам. Ассаляму алейкум. Сегодня следующая серия о пророке Адаме, мир ему. Адам, алейхиссалям, Всевышний Аллах отправил на землю. И там он встретил Хаву, то есть Еву. На земле у них появились дети. Какая бы часть земли ни была их местом прибытия из рая, дети у них родились в Аравии. Потому что Аллах отправлял большинство известных нам посланников именно в эту часть мира, то есть на Средний Восток. Из детей, которые были у Адама, мир ему, были Кабиль и Хабиль. По Библии они известны как Каин и Авель. Аллах рассказывает о них в Коране, в Суре Маида. Аят из 27 по 30. В их истории много уроков содержится. Сегодня мы их, иншалла, пройдем. Сегодня про Адаму последняя серия и перейдем к следующему пророку. Идрису, мир ему. О нем будет очень коротко. Потом будет очень коротко о Шифе. А потом много информации про Нуха. Мир ему. Важные причины стоят за тем, почему Аллах поместил в Коран истории посланников. Где именно они расположены. Это тоже важно. Например, история Кабиля и Хабиля. Это поразительно. Где именно Аллах в Коране поместил их историю. Но до этого, иншалла, дойдем. Их история в Коране занимает примерно страницу. Один из них родился от одной пары двойняшек. Второй родился от другой пары двойняшек. Похоже, что друг за другом. Во время Адама правило было такое. Когда рождалась первая пара двойняшек, они женились на второй паре двойняшек. Аллах сделал так, что двойняшки рождались мальчик и девочка, мальчик и девочка. Каждый раз, когда жена Адама Хауа беременела, тогда это было дозволено. Потому что по-другому никак. Кабиль однажды позавидовал Хабилю. Хабиль был хорошим ребенком из двух. Адам, как пророк, учил своих детей приносить Аллаху жертвы. В этом эпизоде мы видим, что он их этому учил. То есть жертвоприношение – это одно из первых, что Аллах повелел делать людям на земле. Когда собирают пожертвования, то есть на пути Аллаха, жертвуйте там, здесь, люди раздражаются. А меня они раздражают. Ведь одно из первых повелений Аллаха людям, когда на землю пришли, было делать пожертвования. И это продолжится до судного дня. И как получилось? Кабиль был таким человеком. Вот бывают же такие люди, жадные. Не хотят жертвовать лучшее, что есть. Жертвуют. Но не самое лучшее. А Хабиль, как хороший человек, пожертвовал лучшее, что было. Хабиль, который хороший сын, пожертвовал добротную толстую овцу. Ради Аллаха. Жертву принес. А Хабиль со своей стороны пожертвовал урожай, ну, такой, несвежий, скажем. Такой, который самому не был приятен. Эти пожертвования были отнесены на Холлум. Они отошли и ждали. Раньше вот таким образом приносили жертвы Аллаху. И Аллах посылал огненный смерч. И он пожирал жертву. Если огненный вихрь поглощал жертву, значит, Аллах ее принял. А если смерч не поглощал жертву, и она оставалась, значит, Аллаху твоя жертва не понравилась. И вот огненный смерч поглотил жертву Хабиля, жирную овцу. А жертву Хабиля не поглотил. И Хабиля взяла зависть. Первым грехом в небесах была зависть. Это был Иблис. И первым грехом, который был совершен на земле Хабилем, опять же была зависть. Отличия, которые есть у людей друг от друга, естественно, приводят к зависти. Человек ощущает внутри себя такое. Я тоже хочу. Когда ты получаешь свою порцию внимания, ты удовлетворен. А когда кому-то достается больше внимания, это вызывает у тебя зависть. И родители должны воспитывать детей так, чтобы они друг другу не завидовали. Вот историю Юсуфа взять. Там видно во всей его истории, что то, что происходило с Юсуфом, из-за зависти было. Из-за того, что его братья позавидовали ему. Так вот, это сообщение, в котором передается версия истории, что Хабиль позавидовал Хабилю из-за того, что у Хабиля Аллах принял жертву, а у Хабиля нет. Это сильнейшее мнение. Оно передано от Ибн Аббаса. В другой версии, передается, что Хабиль позавидовал Хабилю из-за того, что его жена была не такая красивая, как жена Хабиля. Опять же, зависть. Множество конфликтов по всему миру происходит из-за зависти. У кого-то, например, больше земли. Посмотрите на Пакистан, Бангладеш, на Индию. Там полно примеров. Так вот, Аллах, Всемогущий и Навелик, говорит в Коране, «О Пророк, прочти им». Это касается всех людей, которые будут читать Коран. «Прочти им историю», то есть прочти своей общине весть о двух сыновьях Адама. Истинный рассказ. Почему Аллах говорит «истинный рассказ»? Потому что история Каина и Авеля в библейских источниках приводится немного не так. И Аллах как бы говорит «Вот все, как оно было». Именно в Коране чистая правда. Оба они принесли жертву. И она была принята от одного из них. И не была принята от другого. Он сказал «Я непременно убью тебя». То есть, Кабиль в итоге сказал. Хабиль. «Непременно я убью тебя». В толковании Корана говорится, что Адам, алейхиссалям, замечание сделал сыну. Сказал, мол, сын, я сказал тебе хорошую жертву Аллаху принести. А ты дал не самое лучшее из того, что у тебя было из урожая. Аллаху не понравилось. И он не принял. Твоя проблема. Научись ломать свою жадность. И начни жертвовать лучшее. Ему не понравилось замечание. Отец сделал мне выговор. Мое положение ниже, чем Хабиля. То есть, до того он себя накрутил. Что был готов? Отнять жизнь у своего брата. Это другими словами. Когда уйдешь с пути, я буду счастлив. И кто же его заставил думать вот так? Дядя Иблис. Дьявол. Иблис поблизости. Не нужно забывать об Иблисе. То есть, опять же, что мы видим? В первой же истории греха на земле – хитрость дьявола. Шайтан последовательно наущал Хабиля. Надо просто избавиться от него, убрать его с пути. Как только он исчезнет, я счастлив буду. Но о чем Хабиль не подумал? Это о том, что будет после убийства. И вот так большинство грехов. Вот, например, человек принимает наркотики. Шайтан наущает его. Давай, попробуй. Так хорошо тебе будет. Давай, давай. Хорошо, хорошо-то как. А со временем, когда начинают болеть внутренности, депрессия, тошнота, галлюцинации страшные. Человеку плохо, но об этом шайтан ему не говорил. Так дьявол работает. Шайтан не говорил Адаму, что будет, когда он поест с дерева. Он просто нашептывал ему, поешь, поешь, давай, съешь. Это ему надо. Так же и другие грехи. Шайтан показывает приятную сторону. И Хабиле он так же научал. Все, что нужно, просто убить его. И все тревоги кончатся. Давай, просто убей его, просто избавься от него. Но дьявол не сказал ему, каково это. Видеть труп. Он же не знал. Аллах говорит в Коране, что ответил Хабиль. Хабиль ответил, говорит, он напомнил ему, говорит, Аллах принимает только от богобоязненных, кто остерегается Аллаха, помнит о нем. Хабиль знал, что у Кабиля острый предмет в руке. И Хабиль пытался успокоить его. Мол, смотри, Аллах принимает от богобоязненных. Во мне это есть. Поэтому Аллах принял мою жертву. Если ты будешь богобоязнен, это его посыл. Между строк. Аллах примет и от тебя. Не обязательно тебе меня убивать. Между строк это имеется в виду. Ото всех богобоязненных Аллах примет. Здесь содержится урок. Одно дело, что вы делаете что-то ради Аллаха, а другое дело, чтобы Аллах это принял. Ребят, нам надо проснуться. Многие вещи мы делаем ради Аллаха. Чем-то ради него жертвуем, жертвуем и жертвуем. Но не думаем о том, примет ли он. Работник может выполнять свою работу. Допустим, он делает ботинки. Он просто сдает, сдает и сдает то, что он сделал. Но если он шьет не как следует, то работу могут не принять и в итоге не заплатят. Допустим, вы милостыню даете и... Не задумывайтесь, я это ради Аллаха делаю, или чтобы люди видели. Думайте, думайте. Вы должны делать, чтобы Аллах это принял. Жертвуйте только из богобоязненности, только ради Аллаха. Габиль сказал, если ты протянешь ко мне руку, чтобы... Убить меня? Я все равно не протяну руки, чтобы убить тебя. Воистину, я боюсь Аллаха, Господа миров. Передается, что пророк Мухаммад, салаллаху алейхи ва салям, сказал. И убийца, и тот, кого он убил, оба они в адском огне. Достоверный хадис, сахих муслим. Сподвижники, да будет доволен Аллах ими всеми. Говорят, мол, убийца-то понятно. Но почему? И тот, кого он убил. Так пророк Мухаммад, салаллаху алейхи ва салям, красиво учил. Он говорит слова, ты в шоке от них, типа, ого. И потом пророк объясняет. И после этого ты такой думаешь, а, вот почему. И урок надолго в голове остается. И посланник Аллаха сказал, потому что и у него было намерение убить брата. Когда Аллах воскресит вас в судный день, он будет не просто по результату судить, а полностью оценивать. Аллах будет взвешивать твое намерение. У тебя было намерение убить его, а у тебя его. Да, тот, который убил, возможно, заслуживает наказание большего, чем жертва. Но оба они заслуживают наказания. Ведь намерение убить было у обоих. Да и в другом люди неправильно ведут себя. Чё-то он на меня зуб точит. И я к нему так же буду. Не надо тебе плохо к нему относиться, только потому, что он так относится. Вот ненавижу такое, когда дети родителям говорят, типа, не общайся с тем-то, тем-то членом семьи, потому что они сами с ним в контрах и не общаются. И всю семью подстрекают порвать отношения с этим человеком. Зачем приумножать зло к пророку, саллиллаху алейхи вассалям? Пришёл его сподвижник и говорит, «О посланник Аллаха, я стараюсь поддерживать родственные узы». А члены семьи порывают их, пытаясь по-доброму, к ним они грубо, но я стараюсь. И пророк сказал, «Так это и есть поддерживать родственные связи». Ты всё правильно делаешь, поддерживаешь отношения. Ты, главное, со своей стороны старайся. Аллах же всё видит. А не то, что отношения кто-то с тобой оборвал, и ты такой, «И я оборву». На тебе тоже грех. Вот дети иной раз подбегают к тебе. «Сэр, сэр, это он начал, это он начал, это он». Я в таких случаях говорю, «Эй, успокойтесь». Дело не в том, кто начал, а в том, что доля вины на каждом. И Аллах говорит, что Хабили сказал Хабилю, «Если руку протянешь, убить меня, я всё равно не протяну руки, чтобы убить тебя». Может, самооборона со стороны Хабили всё равно была какая-то, но он сказал намерение убивать тебя, у меня нет. Самооборона-то понятно. Конечно, нужна она. И дальше Хабиль продолжает. Красивый момент. Когда кто-то собирается тебе что-то сделать, хорошо бы с ним договориться. И посмотрите, что сказал Хабиль Хабилю. Это как полиция делает. Когда есть такая возможность, полиция пытается отговорить преступника от совершения преступления. Полицейский берёт рупор и пытается его уговорить. даёт ему понять, что он понимает его. Мы понимаем, вы разозлены, мы понимаем, понимаем. Успокойся, парень, успокойся. Давай вместе попробуем решить эту ситуацию. Потому что если ты её убьёшь, тебя посадят, а мы не хотим, чтобы тебя посадили. Отпусти её. Убеждают. И Хабили делал примерно то же самое. Чему здесь нас учит Аллах? Когда мы в такой ситуации, вместо того, чтобы усугублять конфликт, агрессивно реагировать, надо успокоить. И через это ситуация может разрешиться. Хотя в этой истории он в итоге убил его. Но он попытался его успокоить. И Аллах не просто так всё это рассказал. Аллах ведь не просто сказал, расскажи историю о двух сыновьях Адама. От одного из них жертва была принята, а от другого нет. И он убил его. Но ведь не так Аллах рассказывает. Аллах в подробностях рассказывает. И до Судного дня будут это читать. И это не просто так. Надо убеждать, нужен дипломатичный подход для того, чтобы избежать конфликта, вреда. И Хабиль сказал брату Хабилю, «Я хочу, чтобы грех за убийство меня прибавился к твоим остальным грехам, чтобы ты оказался среди обитателей огня». Таково воздаяние беззаконникам. И дальше Аллах говорит, «Душа подтолкнула его на убийство своего брата, и убил он его». Сначала Аллах сказал, и он оказался среди потерпевших убыток. Когда Хабиль начал говорить негативно, Хабиль убил брата. И в этом случае для нас есть урок. Если говорите позитивно, позитивно отреагирует человек. Особенно в такой ситуации. Негативно будете говорить? Скорее всего, человек отреагирует негативно. Слова, выбранные Хабилем, возможно, были словами, которые воспламенили вот эту взрывоопасную атмосферу. «Не поймите меня неправильно, Хабиля мы за это не виним». Вот слова пророка из сборника имама Бухари. Это нужно понимать. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Кого бы ни убили несправедливо до судного дня, на сына Адама, Хабиля, непременно ляжет часть этого греха». Почему? Потому что, положив начало хорошему обычаю, ты получишь награду за каждого, кто последовал твоему примеру. А если ты научил кого-то делать что-то злое, то до судного дня за каждого, кто этому последует, ты получишь долю греха. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, использовал камни, чтобы в мечети выравнивать ряды молящихся. Клал камни на землю. А когда-то кто-то придумал сделать ковер уже разлинованный полосами. И кто до этого додумался, будет до судного дня получать награду за всех, кто делал это после него. То же самое, если кто-то придумал ругательство, новое ругательное слово придумал, то за каждого человека, кто будет его использовать, тот человек будет получать грех. И Аллах послал ворона, который стал разгребать землю, закапывая мертвого ворона. И так Кабиль понял, что ему надо закопать убитого брата Кабиля. И Аллах говорит о Кабиле. Так он оказался одним из сожалеющих. Но он не раскаялся. Ведь Аллах нигде не сказал о том, что он просил прощения. Ученые говорят, что есть разница между сожалением и раскаянием. Если даже ты сожалеешь о своем грехе, этого еще недостаточно. Ты должен сказать, «О Аллах, я прошу тебя прощения». И плюс к этому перестать совершать этот грех и твердо вознамериться больше никогда не возвращаться к нему. И еще такой момент. В каком месте Корана Аллах рассказывает историю Кабиля и Хабиля? В суре Аль-Маида. Посмотрите, о чем в ней говорится до этого рассказа и после него. О ком говорится там? О сыновьях пророка Якуба. До истории Аллах говорит о палестинской земле, а сразу после этой истории Аллах говорит о грехе убийства и о мерах наказания для убийц. В вопросе зависти эти темы пересекаются, потому что некоторые иудеи позавидовали тому, что было даровано мусульманам, Всевышним Аллахом. И тот факт, что на земле Палестины много убивали. Евреи не могли попасть на священную землю 40 лет. Им это было запрещено. Позже Аллах им позволил пробыть там некоторое время, но это Аллаху решать, кому он дарует землю. Позже эта земля на какое-то время перешла христианам, а потом Аллах ее даровал мусульманам, не в собственность. Но дальше Аллах сразу говорит о сыновьях Адама. И еще лично я думаю, почему Аллах поместил историю о сыновьях Адама посреди рассказа о евреях. Смотрите, это исторический факт по Корану, что некоторые евреи, смотрите, мы ничего не имеем против евреев, но некоторые иудеи убивали посланников Аллаха. И сразу после истории о сыновьях Адама, Аллах говорит, по этой причине Я, Аллах, предписал потомкам пророка Якуба, евреям, тот, кто убьет человека не за убийство и не за распространение нечестия на земле. Этот человек словно убил абсолютно всех людей, а тот, кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь абсолютно всем людям. Почему Аллах сказал это? А это часть истории. Во-первых, и об этом говорят толкователи Корана, что по сравнению с другими народами, куда большее количество убийств исходило от евреев. Они же куда дольше жили на земле. Это первое. Аллах предписал евреям в их священной книге, в их Торе. Да, эти слова из Корана, но это часть того, что было неспослано им тогда. Аллах напоминает нам, что он сказал им, что убить одного это как убить всех. Почему? Потому что как только ты убил одного, если это будет продолжаться и тебя никто не остановит, ты в итоге можешь убить всех. А если в твоем сердце намерение, что я хочу мира, хочу сохранить жизнь людям, и никто тебя в этом намерении не остановит, то ты спасешь весь мир и приведешь его к миру. Аллах сказал в суре «Ал-Ла-Иль» «Ночь». Когда добро делаешь, Аллах облегчает делать добро, а когда зло творишь, Аллах облегчает творить зло. Душа, она так устроена, в ней есть добро и зло, и тебе решать, к чему ее вести. В нашей сегодняшней реальности «Ля-Иля-Иля-Ла-Ла-Ла». Столько, столько убийств, и одно из мест в мире, где этого чуть ли не больше всего, это земля Палестины. Как мы должны вести себя? Передается, что пророк саллиллаху алейхи вассалям, когда к нему подкрался многобожник, чтобы убить, он взял меч посланника Аллаха саллиллаху алейхи вассалям. Это достоверный хадис Бухари. Тот пришел к посланнику Аллаха саллиллаху алейхи вассалям, пока он спал под деревом. Он снял с дерева меч пророка, направил на него саллиллаху алейхи вассалям и говорит ему, «Эй, кто спасет тебя от меня?» Посланник Аллаха проснулся, видит его меч направлен на него многобожником. Все его сподвижники тоже спят под деревьями. Глубоко успят, тихий час, полдень. Посланник Аллаха медленно поднялся и поднявшись, а тот так и стоит с мечом, и посланник Аллаха сказал, «Аллах!» И когда он сказал, так тот дрогнул, меч упал, пророк его поднял, направил на него и говорит, «Ну, а кто тебя спасет от меня?» Сказав так громко слово «Аллах!» Он разбудил сподвижников. Те за мечи схватились, дескать, «Господь миров!» «Че тут происходит? Пророка убить хотят?» Ну, сподвижники все собрались, типа, «Ну, только бы пророк сказал убить его». Многобожник смотрит, посланник Аллаха меч на него направил, да и вокруг тоже вооруженные сподвижники и говорит пророку «Будь как лучший из двух сыновей Адама». То есть он сказал посланнику Аллаха «Будь как Хабиль, скажи, что не убьешь меня». Не «Будь как Хабиль, не убивай меня». И пророк сказал «Пообещай мне, что не присоединишься к другим людям, которые хотят меня убить. Обещай, что не будешь больше так». Он пообещал ему. И пророк опустил меч и сказал всем «Отпустите его». И его отпустили. И почему я об этих словах сказал? Я знаю, это очень-очень трудно иной раз. Во многих ситуациях простить людям. Наша мусульманская община находится между законом Моисея и Иисуса, между шариатом Мусы и Иисы алейхимуссалям. Законом Моисея было око за око, зуб за ухо за ухо. Если тебя выбили глаз, ты имел право тоже выбить ему глаз. Если тебя выбили два зуба, по закону Моисея ты имел право и ему выбить два зуба. А закон Иисуса мир ему противоположный. Если кто-то ударил тебя по правой щеке, подставь левую щеку. А наша община между тем и этим. У нас и то и другое. Иногда нужно сказать око за око. А иногда можно повести себя так. Тебя ударили, ты подставляешь другую щеку, условно говоря. И здесь нужна мудрость, чтобы понять, в какой ситуации и как сделать. Иногда пророк делал так, иногда так. И сегодня часть мусульманской общины говорит «Ислам, брат, Ислам это же только мир, Ислам значит мир». Видишь корень слова «Ислам»? Син лям мим это мир. Мы ведь мирные люди. Ладно, хорош вам, да? Понимаю, это часть Ислама, но есть и другая сторона. У нас же сейчас незаконный Иисус мир ему, а есть и другие. Убить убить никаких переговоров. Ни за что, мы не будем так сидеть. Нас убивают, мы должны сотню как они убьем. Пустим кровь, чтобы кони по колено в ней «Да вы что делаете? Нет, понятно, ислам не беззубая религия». Но надо же быть уравновешенными. Иногда посланник Аллаха прощал, иногда не прощал. В достоверном хадисе пророк сказал, что лучшим во времена смуты будет человек, который убежит в горы со стадом овец. Убежит со своей религией. Пророк сказал, убежит со своей религией. Это хадис из Бухари. И также пророк сказал, до конца света наступит такое время, что сидеть будет лучше, чем стоять. А лежать будет лучше, чем сидеть. Но также пророк сказал, что лучшее усердие на пути Аллаха это сказать слово истины несправедливому правителю. Есть и такие слова посланника Аллаха. Держаться вместе, быть готовым защищаться от врагов. Когда что именно применять, здесь нужна мудрость. Не дам конкретных рецептов, что конкретно делать, в какой части мира. Но что я хочу сказать, мы должны вести себя уравновешенно, ведь мы являемся серединной общиной. И последнее, что я хотел бы сказать, то, что Аллах сразу после этой истории говорит о нечести на земле. Душа сына Адама подтолкнула его на убийство. Испорченность начинается изнутри. Когда он убил, перешел к другому греху. Если люди, сражаясь, убивают друг друга, после этого им нужно скрывать следы преступлений. Либо как-то прятать их, либо как-то оправдывать. И противоположная сторона занимается тем же самым. И это приводит к нечестию поверх нечестия. И в конце Аллах говорит о дорожных грабителях. С чем связан грабеж на дорогах? Связан с запугиванием людей, с попытками убийства, с убийствами непосредственно ради денег. Как только положено начало убийством, убийство в свою очередь с другим грехом соединяется. То есть что Кабель сделал? Убил брата, позавидовал своему брату и убил его. А люди, которые пример с него взяли, такие типа а убийство, убивать, убивать. убителям на дорогах. И Аллах говорит в Коране что с такими делать? К чему я? К тому, что грех ведет к греху. Один другой тянет. Сначала человек хотел кайфануть и принял наркотики. Дальше после этого начались девочки. Принимают наркотики, потом играют в азартные игры. Один грех смешивается с другим и он такой о вместо одного греха можно сделать два. Это и в казино играет. Или алкоголь и по женщинам. Грехи объединяются. Чтобы быть как Хабиль нужна богобоязненность. Если она есть, не согрешишь. Я боюсь Аллаха всемогущего. Это остановило его. И он сказал, если ты протянешь руку, чтобы убить меня, я не протяну к тебе руки, чтобы убить тебя. Я боюсь Аллаха господа миров. В Аллах принял от него добрые дела. Пусть Аллах даст нам хорошие качества, которыми обладал Хабиль, и пусть убережет нас от дурных качеств Кабиля. Да воздаст вам Аллах благом. Аль-хамду-ли-лях.